Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня я буду говорить на тему, чем можно подкормить перец, если у вас нет таких натуральных, как я в прошлый видеоролик у меня был снят, как я подкармливаю перец. Я там рассказывала, что я золу развожу и вот зольным вот этим раствором подкармливаю. Но не у всех есть зола и некоторые, например, кому некогда, может быть, хотят воспользоваться минеральными удобрениями. Да, многие подкармливают минеральными удобрениями, ничего страшного в этом нет. И я сейчас расскажу, как нужно в течение всего-всего периода, в течение всей жизни перца подкармливать перцы вот именно магазинными удобрениями. Я уже говорила, что перцу нужно, он схож с томатом, ему тоже нужно азот, фосфор, калий, но только перец, он немного отличается тем, что он более требователен к влажности почвы, я уже говорила, что почва должна быть всегда влажная, и плодородию почвы, то есть, выражаясь вот как по-народному, если он более прожорлив, и ему рекомендуется немножко побольше его подкармливать, тем более он, это не томат, он не жирует, он может воспринимать и азот, откликается на азот прекрасно, так что здесь нет опасности перекормить его, или что-то там нарушить в нем азотом. Так же, как у томатов, у него есть разные периоды, и рекомендуется в разные его фазы развития давать разные подкормки, то есть, первый раз мы подкармливаем не раньше, чем через 10-14 дней, растение должно укорениться на новом месте, адаптироваться, и только потом мы начинаем подкормки. Первая подкормка, это должен быть у вас фосфор и азот. Азот для того, чтобы перец нарастил немного больше зеленой массы, чтобы он смог потом вот эти вот перчинки свои выносить. То есть, мы 1 чайную ложку мочевины, 1 чайную ложку суперфосфата разводим на 10 литров воды и подкармливаем его. Вторая подкормка, это вот первая была через 10 дней после высадки. Вторая подкормка обычно делается в период цветения. В период цветения нам уже нужен, добавляем калий. Любая калийная соль плюс мочевина плюс суперфосфат. Пропорции такие обычно в период цветения. 1 чайную ложку мочевины, 1 чайную ложку, например, сульфата калия и 1 столовую ложку суперфосфата. Все-таки фосфор даем немножко побольше. Или столовую ложку, некоторые делают спичечный коробок. Все это также на 10 литров. И вот этим раствором по литру на куст под корень мы подкармливаем. Напоминаю, что все подкормки делаем по влажному грунту, чтобы не обжечь растения. И третью подкормку нужно сделать, когда плоды уже сформированы. Уже сформированы. Ну как, не вот так единичные, когда уже массовое формирование плодов закончилось, но они еще не начинают созревать, вот когда просто зеленые плоды. Тогда мы делаем 2 чайных ложки суперфосфата и 2 чайных ложки калийного удобрения, например, того же сульфата калия, на 10 литров воды. И также по литру под каждый куст. Вот если вы сделаете 3 вот этих подкормки в течение всего сезона для перцев, этого будет достаточно. Он будет обеспечен всеми микроэлементами и даст вам хороший урожай. Но если все-таки у вас есть возможность подкормить натуральными удобрениями, то перец есть все. Можно кормить куриным пометом. Разводят 1 к 10, настаивают 7-10 дней в зависимости от погоды. И этот настой, по литру этого настоя, на 10-литровое ведро и по пол-литровой баночке, например, под куст, 3-4 раза за сезон можете так подкормить. Можете золой, как я уже говорила. Золу, в общем, он принимает в любом виде. Можно посыпать, окуривать вокруг кустов. Можно делать настои, можно делать просто раствор, как я вот тот раз развела золой, полила, все. Зола в любом виде. Там вся таблица Менделеева, там все и микро и макроэлементы, это очень полезно. Хорошие подкормки к коровякам. Если про томаты мы всегда говорим, что не перекармливайте, они могут жировать, то перцы у нас не жируют. Они очень хорошо любят азот. Они могут принимать подкормки коровяка. Но просто перед тем, как использовать вот эти подкормки, любые натуральные, даже коровяк, вы внимательно отнеситесь к выбору рецепта, не сожгите обязательно по влажной почве. И самое главное, что я вам хотела сказать, перец все-таки требует у нас подкормок, потому что он прожорлив, он требователен к плодородию почвы. Особенно, если почвы у вас бедные, подкармливать перец нужно обязательно. Все. С вами была Ольга Чернова. Это про подкормки перцев, про различные. Существуют и натуральные, и минеральные удобрения. Используйте любые. Главное, чтобы ваш перец не голодал. Все.